Библия говорит Алексей Алексеевич, Наташа из России спрашивает об аутизме, и что Библия об этом говорит. Это болезнь или это духовная проблема? Как вообще верующим нужно к этому относиться? Библия ничего не говорит об аутизме, это точно. Конечно, как верующим относиться к этому явлению, точно так же, как мы относимся к любому другому заболеванию или же к каким-то физическим осложнениям, которые есть у людей. Вообще специалисты, которые изучают эту проблему, даже они не могут дать полного объяснения, что это такое. Есть предположения, и кажется, что некоторые считают для этих предположений, есть основания, что эти особенности развития людей, которые называют общим словом аутизм, а там существует множество разных форм, подформы, подгрупп разных, что они связаны с каким-то генетическим сбоем, и это может быть, и в каких-то случаях это даже демонстрировали, но во многих случаях не видят генетических объяснений, почему это происходит. Есть факт, но нет ему генетического объяснения. И это может быть связано или с тем, что гены еще недостаточно изучены, потому что человеческий геном – это настолько сложное явление, что если человек прочитает отпечатанный геном, вот если его распечатать в один код, то если он будет его читать со средней скоростью, как читают люди, то понадобится для того, чтобы только его прочитать, 32 года, без остановки на сон, на отдых или на что-либо другое. То есть, со скоростью 3 знака в секунду потребуется 32 года. То есть, понятно, что это сложнейшее явление, которое изобретено Богом. Бог вложил эту информацию в человеческую клетку, и вполне возможно, что сегодня люди не понимают чего-то, что они через 5, 10, 100 лет найдут и скажут, а вот понятно, что это вот эти гены сбиты или эти гены перепутаны. Вот это, кстати, очень, оказывается, распространенное явление, я не имею в виду аутизм, а вообще распространенное явление, когда где-то поврежденные гены. Вот в этом огромном-огромном списке какие-то гены поврежденные. Сейчас вот эта наука становится, или сервис этот, когда могут тебе интерпретировать твой ген, становится относительно недорогим, и многие люди пользуются этим, и очень легко убедиться, что в действительности мы живем в поврежденном грехом и тлении мире, и у нас много плохих генов где-то. У кого-то печень болит по этой причине, у кого-то склонность к повышенному холестерину и сердечно-сосудистым заболеваниям, а у кого-то вот такой сбой, где у него трудно сосредоточиться на чем-то и так далее. То есть это одна. Второе объяснение, что это может быть связано с какими-то химикатами, когда человек рос, или где-то он был, воспринял что-то. То есть, по сути дела, медики, ученые, они не могут дать точного объяснения, в чем же природа, какова природа. А тем более нам, людям, которые не сведущие, которые не имеют профессиональных возможностей, чтобы хотя бы даже изучать это глубоко, нам нужно относиться к этому явлению так же, как и к любому другому заболеванию, которое мы не знаем его природу, мы не знаем, почему это происходит. Поэтому что нам нужно? Нам нужно сострадать, нам нужно молиться, молиться в том числе о бесцелении, в том числе о том, чтобы Господь, и у него много разных средств исцеления, или же Господь исцеляет через врачей, которые нашли какие-то средства, или же прям непосредственно, сверхъестественным образом. Или это происходит быстро или постепенно, мы видим, как улучшается состояние человека, или может улучшаться в результате молитвы нашей. И нам, конечно же, нужно смотреть на все это, как на еще одно подтверждение того, что мир, в котором мы живем, сложный, несовершенный. Господь допускает эти сложности в той или иной форме в нашей жизни. И это напоминает нам о том, о чем апостол Павел пишет в послании к филиппийцам, в третьей главе, где он говорит о том, что мы ожидаем спасителя нашего, который наше вот это тленное тело преобразит в новое, в совершенное, в нетленное тело. То есть это напоминает нам о том, что наша надежда в вечности, наша жизнь, наше будущее, все наше доброе не здесь. Здесь мы только на пути. А вот там Господь приготовил для нас совершенно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Дорогосельное в следующей программе поговорим о том, как нам, верующим людям, христианам во всем мире сегодня, не враждовать на почве политических разногласий. На сегодня все. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok